Добрый день, уважаемые любители шахмат. С вами мастер Фидер, мастер спорта Украины, Пунин Андрей. И я рад вас приветствовать на своем восьмом интерактивном уроке для первого разряда ПМС на основании моей тренировки с Игорем Самоненковым. В этом уроке будет разбираться следующие темы. Пешечное большинство на ферзевом флаге, пешечное большинство в центре, а также проходная пешка, чаще всего пешка Д, в Миттельшпиле. Вроде бы много тем, вроде бы они все разные, но я вам стараюсь объяснить, почему именно в этот урок эти темы были группированы. Дело в том, что об этом никто не говорит, например, если вы откроете классическую литературу Немцовича и других авторов, но данные пешечные структуры являются динамическими. Почему? Потому что во всех перечисленных пешечных структурах структура определилась и возник дисбаланс. Относительно данной структуры она чаще всего имеет название 3-3 против 2-4. В данном случае моей партии сдвоенная пешка, но если бы она была бы нашей, то разницы не было. У каждой стороны есть свой плюс. Плюс белых это ферзевый фланг, они хотят создать проходную пешку, плюс черных это центр, они хотят использовать свой центр либо в Миттельшпиле, создавая атаку, либо в глубоком Эншпиле, возможно, белый король покинет центр. Также надо отметить, что иногда в таких структурах черные хотят провести атаку пешечного меньшинства. Представим, что белая пешка сместится на Ц3 и мы проведем атаку меньшинства с целью создания слабых пешек. И затем наша стратегия будет состоять в том, что мы хотим выиграть пешку на ферзьем фланге и выиграть окончание 4 на 3 на фланге, что вполне возможно. Структура, она уже возникает из какой-то другой структуры и это может произойти из разных дебютов. Я выбрал основные. Первый это, конечно, защита каракан. Классическая система. Ну и здесь черные, если проведут Ц5, это показывал свою партию с чемпионом мира в своем возрасте Маковеевым. И возникла данная структура. Кроме этого, она может возникнуть из закрытых дебютов. На доске была разыграна новоидийская защита, но структура может получиться также из славянки и из каталона, потому что здесь будет переход в каталон, делается ход Д5 и в таких позициях белые проводят Е4 и черные проводят Ц5. Если это им удается сделать хорошо, как в данной партии, черные не испытывают проблем. Если же не очень хорошо проведешь Ц5, то может возникнуть проблема, что белые создадут отдаленную проходную пешку и это будет неприятно. Такая структура может возникнуть в французской защите. Вот примерные партии в Блиц в интернете. Сразу же скажу, что через сицилианскую защиту варианта Лапина это может возникнуть в тех случаях, когда черные играют Е6 и потом белые забирают после ЦД пешку обычно своим конем, который идет на А3, Б5 и на Д4. Тоже может возникнуть это. Те люди, которые хотят белыми играть позиционно, они выбирают эти структуры. Самый классический пример Тевяков всю жизнь играл подобным образом и против французской защиты, и против защиты Каракан, и против сицилианской защиты. Одну и ту же структуру выбирал и знал все основные идеи. Ну а теперь давайте сравним эти структуры. Они похожи, но мы видим, что в Каракане наш слон находился здесь. И мы немного забегаем вперед, потому что у меня будет когда-то тема «Игра против фигуры». В целом игра белок сейчас сводится к тому, смогут ли они использовать то, что черный слон не находится здесь, то есть создать атаку по этой диагонали. Может быть поставить коня на Е5, может быть создать фигурную атаку, перевести ферзя на А3, и сыграть слон G5. Так что, несмотря на то, что в данном случае у черных большинство в центре, ввиду плохого положения фигуры, белые будут пытаться создать атаку на королевском фланге. Так что это, с одной стороны, можно назвать исключением из правил, но с другой стороны, когда вы рассматриваете пешечную структуру, вы должны обращать внимание на положение фигур. Это то, что касается данной структуры. Теоретически будет изложено, что надо делать, когда вы играете за фланговую пешку, когда играете за центральную пешку. Теперь переходим к пешке D. Почему именно пешка D? Потому что чаще всего вы увидите позицию улучшенной защиты Тараша. Конечно, также это может возникнуть из защиты Грунфельда, и затем из этой дебютной позиции в какой-то момент белые проводят D5, ЕД, ЕД. И у них, давайте сделаем просто случайный ход. Конечно, так никто не играет. Возникает данная центральная проходная пешка. Конечно, она возникает и в других редакциях. Например, можно добавить белым сюда пешку, черным сюда пешку. Смысл сводится к тому, что белые должны использовать плюс своей позиции, это пешка D5, а черные должны использовать плюс своей позиции. Это либо игра против пешки D5, либо создание проходной пешки на ферзевом фланге. Поэтому эти структуры немного друг на друга похожи. С самого начала возникает дисбаланс, и вы должны пользоваться своими плюсами позиции. Относительно данной структуры я привожусь в следующую позицию. Опять-таки надо понимать, что движки очень сильно усилились за последнее время. Давайте сначала оценим эту позицию старым движком. Включим рыбку и увидим оценка равенства для верности эксперимента. Запустим еще Гудини. Гудини тоже будет показывать равную позицию, как видите. То есть это те движки, которые использовались около 10-15 лет назад. Теперь включаем современный стокфиш и видим здесь столбик. Почему? Ну потому что проходная пешка это очень неприятная вещь. Надо на нее тратить ресурсы, создавать блокаду. И когда эти ресурсы тратятся, нужно создавать игру на другом участке доски. В общем, поэтому обе данные темы я считаю крайне полезными. Конечно, они не для всех, потому что не все могут получать такую пешечную структуру в своих партиях. Например, пешку Д5 я ни за одну из сторон в своем дебютном репертуаре не получал. Но, тем не менее, изучение данных структур считаю полезным для любого шахматиста. Если вам понравился данный урок, то можете поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить отзывы в профиле тренера на сайте LeChess. За время тренировок с января 2020 по май 2023 года рейтинг Игоря Самунинкова вырос с лоу-2121, до уровня международного гроссмейстера 2501. Игорь выполнил звание международного мастера, и одну норму международного гроссмейстера. Дисклеймер. Главным тренером Игоря является международный гроссмейстер Владимир Баклан. Поэтому нет прямой связи между игровым прогрессом, и изучением данной тренировки. Также Игорь много занимался самостоятельно, решал задачи, играл тренировочные партии, и так далее. Тренировка номер 8. Пешечное большинство на ферзевом фланге и в центре. Проходная пешка Дивмиттельшпиле. Дата тренировки. 17 и 22 января 2020 года. Краткие теоретические сведения. Пешечное большинство на ферзевом фланге и в центре. Игра за пешечное большинство на ферзевом фланге. Играя за пешечное большинство на ферзевом фланге, нужно стремиться к продвижению фланговых пешек, с целью создания отдаленной проходной пешки. Чаще всего, обе стороны делают короткую рокировку, что определяет особую роль пешечному большинству на ферзевом фланге. При переходе в Энпшпиль, король не успеет принять участие в борьбе против отдаленной проходной пешки. Осуществляя продвижение фланговых пешек, нужно обеспечить безопасность короля с помощью размена активных фигур соперника. Также необходимо контролировать открытую линию дитяжелыми фигурами. Игра за пешечное большинство в центре. Нужно стремиться к продвижению центральных пешек, Е и Ф, с целью создания атаки на короля. Эти пешки могут забрать поля у фигур соперника, которые участвуют в защите короля. В более поздней стадии атаки такие пешки могут разрушить прикрытие короля, ходами и 5 и 6, Ф5 и Ф6. При этом, стоит быть аккуратным при продвижении пешек Джи, Эйч, потому что это может привести к ослаблению позиции короля. Осуществляя продвижение центральных пешек, нужно избегать разменов наших активных фигур. Также необходимо контролировать открытую линию дитяжелыми фигурами. Также, в некоторых случаях, можно осуществить атаку пешечного меньшинства на ферзевом фланге. Это известная партия маршалка Побланков. Если вы посмотрите, ход белых, они допускают ошибку сразу же в начальной позиции. Когда у тебя есть пешечное большинство на фланге, то у соперника всегда есть что? Пешечное большинство в центре. Что надо делать, когда у тебя пешечное большинство в центре? Надо играть. Надо играть. Е4 – это один из возможных ходов. Второй возможный ход – это что? Вертикаль Д. Здесь открытая линия. Мы можем ее забрать. А водяев Д1 тоже возможно. Но белые сыграли водяя ФЦ. То есть этот ход никак не мешает движению пешек. Водяя Б8 сыграла ферзь Е4. Сейчас нельзя играть Б5. Но черные делают очень сильный ход, чтобы подготовить. Какую угрозу белые создали хода ферзь Е4? Наверное, слон Аш-3. И мы не хотим по заходу слон Аш-3 Ф5 играть. Что значит делать с ферзем? Вертикаль Д8. Это возможно. Ход Капабланка сыграл ферзь Е7. И белые продолжают неправильную игру. То есть надо надвигать пешечное большинство. Ф4. Ход заслуживает внимания. Водяя С3. Ну и теперь что делают черные? В5 надвигать. В5. А3. Дальше как мы так лохом пешками. На С4. С4. Слон Ф3. Ошибка. То есть здесь белым надо было играть в ладьет Д1 и взять под контроль единственную открытую вертикаль. Черные, конечно, этой ошибкой сразу же пользуются. Сыграют ладьет Д8. Происходит размен на Д1. Ладьет Д8. Захватили линию. Слон Ф3. Черные, если сыграют слон Д5, то белые могут отступить ферзем на Ж4. И таким образом защитят слона. Поэтому как подготовить вот слон Д5, чтобы не было хода ферзь Ж4? Ферзь Д7. Ферзь Д7, конечно, возможно. Ходят. Ж6. Такой сильный подношу Капабланка. То есть идея слон Д5, ферзь Ж4, Х5. И теряется фигура. Поэтому белые играют Ферзь С6. Мы, конечно, не против размены ферзей. Но что будет, если сыграем Ферзь С6? Слон Ц6, А6. Ну, белые слипешком что-то двигать. Думаю, что белые подведут короля поближе к пешке. И вся суть данного преимущества заключается в том, что работает, когда король далеко от пешки. И в эндшпиле он не успевает заблокировать. Наверное, белые сыграют король Ф1. И дальше сыграют король Ж2. Поэтому черные пока не хотят меняться. И играют Ферзь Е5. И белые играют Ферзь Е4. Что-то изменилось ли в этой позиции, когда белые даны ферзей? Темп на 6. Наверное, будет расти. Ну, не надо будет тратить темп на 6. И что еще важнее? Какой мы делаем ход? О, дэдин. Дэдин. Заставляем, во-первых, короля отойти. Во-вторых, мы вторгаемся в флагерь. Ну, и дальше что делаем с пешками нашими? Теперь опять Е4 сидим. Опять Б4. Тема проходная пешка уже. Большина это похожа. Вот это ключевая позиция. У черных есть два хода кандидата. Б3 и С3. Чтобы вести пешки вперед. Какой из них лучше? Б3, чтобы на УДИ-2. УДИ-Б2. УДИ-Б2-С3. Зачем в УДИ-Б2 играть? А, в Суи-Цей играть? Если ты так сыграешь, я сыграю так и на С2 с Ван Д3. Не совсем понятно, как пешку провести вперед. Так что другой ход делаем. Более простой. Ну, НС-1. Для С1, СВан Д1 и С3. И на взятие играем. На УДИ-2. Ну, и выиграли фигуру. И дальше КПП-НК выиграли. Теперь пешечное большинство в центре. Суть этого преимущества, что мы должны что делать? Атаковать короля. То есть мы должны надвигать эти пешки и создавать атаку на короля соперника. С1, Д7. Можем ли мы Ф4 сыграть прямо сейчас? Нет. Нет, нет. Чтобы будет С1, Д4, кончик. Поэтому как мы защищаемся от этой угрозы? О, Диа. Д1, НС. Суть проблемы не исправил. Потому что конь может все так же потом прыгнуть на Ж4. Х3. Я говорю про филактический ход. Аж3 с идеей в 4. То есть тут черным надо было сыграть, войдя АД8. Естественный ход. Все фигуры по центру. Кстати, я анализировал дебют рейти. В одной из линий получается подобная позиция. И это лучшая расстановка за черных. Но они там слона отдают на Ф3. Представь, что слона нет. Вот это самая компактная расстановка. Ферзь Е7, войдя Е8, войдя АД8. Последовало А6. И теперь мы играем в 4. И очень быстро захватываем центр. Дальше что делаем? Е5. Е5. То есть естественный ход. Дальше войдя Е1. Подготовительный ход. Следующий ход. Ой. Ученых нет никакой контргры. У нас идет пешечный накат. Эти пешки Е5 и Ф5 могут возникать во многих разных дебютах. Открытых часто против структуры защиты Фелидора. Либо с пешкой на Д5 не могут возникать. Закрытых могут возникать в данной ситуации. Слон С7. Ну, защищаем центр. Можно сыграть КНЕ4. Ну, ПО сыграло КНЕ4. Поставить КНЕ на Ц5. По НДТ. То есть эти все хода были подготовительными. И когда белые подготовились. И укрепились в центре. Какой следующий ход делается, чтобы захватить еще больше пространства? Сыграли А4. Просто забирая поле Ж5 и передавая ход сопернику. Черных нет плана. В практической партии обычно все заканчивается, как в данной партии. Когда плана нет, просто проигрывается позиция самостоятельно. То есть черные сыграли Ж6. После чего их король безнадежно ослаблен. Белые на тактике выиграли пешку. Дальнейшая часть партии нам неинтересна. Итак, ход белых. На Е4 хочется. На Е4, да. То есть мы захватываем центр. И получилась опять структура. 2-4 против 3-3. И нельзя забрать эту пешку. Веду Ферси 3 теряется фигура. Слон С2. Нельзя, конечно, опять убить. На Е4. Вадя Д8. Мы укрепляемся. И черные решают подменять фигура. Может показаться, что примерно равная позиция. Если первый раз ее увидеть. Но на самом деле у белых за счет пешечного преимущества. В центре огромный перевес. От Д1 был сыгран на Б6. Как теперь Лехи начал надвигать. Обратите внимание. В этом примере важный факт о владении открытой линии. В данной структуре важно владеть открытой линией. Как мы видели в прошлых примерах. И Пабуанка тоже вертикаль Д захватывал. Когда у него было преимущество на фланге. Тут у нас тоже преимущество в центре. Но мы хотим захватить единственную открытую линию. Надо о ней не забывать. Как надвигать пешки. Очень похоже на прошлый пример. Потому что если мы двинем Ф4. Что будет? Конь на Ж4 прыжка. Поэтому как мы начинаем двигать пешки. Может сразу Е5 можно начать на Ж3. Лучше на Ж3. То есть Е5 это рискованный всегда ход. Потому что Е5 конь отступит. И можно подорвать центр ходом Ф6. Когда пешки стоят на одной горизонтали. То сложнее совершить подрыв. Потому что допустим черные подорвут Ф5. Ты сыграешь Е5. И у тебя получится защищенная проходная пешка. З5. Ладья Д2. Естественно мы не меняемся. Ладья нам одна пара нужна. Чтобы в случае Ладья Д2 ударить Ферзь Д2. Так как и было сыграно. И за счет контроля у нас большой перевес. Черные вроде делают логичный ход. З4. Но они здесь очень сильно опаздывают. Кстати даже не знаю как им тут играть надо было. Когда смотришь на оценку. Понимаешь. Такие хода как конь Е8-Ж6. Это позиция уже невероятно тяжелая. То есть такие хода продолжают. Человек не сможет так сыграть. Стоять защищаться. Ц4. Мы продолжаем плановую атаку пешками в центре. Играем. Ну следующий ход очевиден. Ф4. Лы сыграли Ферзь Д4. Централизовали Ферзя. Войдя Ц8. И следующий ход. Очень сильный. В целом мы говорили. Что данная пешечная структура. Она очень связана с фактором позиции короля. Ну Ж4 уже не нужно. Ж4. Правильно. Ну и тут Боголюбов совершенно ему позиция не нравилась. Он пожертвовал фигуру. И Алехин очень легко отбился. От атаки партия закончилась. Соответственно. Ну если бы он так не сыграл. То последовал бы Ф5. И дальше последовал бы Е5. И белых решающий перевес. Как мы увидели. Данное преимущество достаточно опасное. Нужно какие-то ответные меры. Пытаться принять данные ситуации. Черным надо было как-то брать под контроль вертикаль Д. Пытаться и менять Ферзей. Чтобы перейти в окончание. Соответственно. Когда ты играешь за пешное большинство на Ферзе фланге. Ты хочешь менять Ферзей. Когда ты играешь за большинство центра. Если ты хочешь атаковать короля. Соответственно. Разберн Ферзей всегда в пользу соперника. Так эти структуры связаны с третьим фактором. Краткие теоретические сведения. Проходная пешка. Д. В миттельшпиле. Преимущество проходной пешки. Первое. Пешка представляет опасность для соперника. Потому что мы угрожаем провести ее. Второе. Соперник вынужден блокировать пешку своей фигурой. Третье. Пешка дает контроль над полями в глубине позиции соперника. Четвертое. Пешка нарушает координацию между фигурами соперника. Что увеличивает наши шансы на атаку на короля. Пятое. Пешка служит прикрытием для наших фигур. Недостатки проходной пешки. Первый. Мы можем потерять эту пешку. Второй. Если пешка будет заблокирована на нашей половине доски. Это уменьшит подвижность наших фигур. Третий. Фигура соперника, которая заблокировала пешку. Не может быть атакована нашими ладьями по вертикали. Д. Методы игры за проходную пешку. Д. Первый. Продвижение пешки. Борьба за блокадные поля. Второй. Использование центральных полей нашими фигурами. Третий. Пешка используется для отвлечения. Создается атака на короля. Четвертый. Пешка нуждается в поддержке фигурами. Лучшая из фигур. Наш слон. Методы игры против проходной пешки. Д. Первый. Заблокируйте пешку как можно быстрее. Второй. Попытайтесь выиграть пешку. Третий. Создайте собственную проходную пешку. С целью размена проходных пешек. Очень часто данная проходная пешка D возникает в двух дебютах. Играешь в D4. Но это дебюты. Защита Грюнфельда основная линия. Мы посмотрим один пример со слоном на G2. А второй пример со слоном на E2. И оба этих дебюта ведут к тому, что очень рано создается проходная пешка. Конь E5, конечно. С идеей прыгнуть на C6. Вот такая позиция возникла. Ход белых. Слон 3. Вон. Происходит размен. В этой позиции что мы делаем? Слон 3, чтобы слон 7 не было. А можем мы разменять слона? Ну да. Слон 3 намного сильнее. Ну и вот это стандартная позиция, где черные вроде бы почти сделали ничего. Но они теперь будут получиться до конца партии. Потому что они никогда не забудут проходную пешку отдаленную на ферзьем фланге. А белая пешка очень опасна. Нет хорошего блокера. Ферзь плохой блокер. Белый захватывает открытую линию, вводя E3. E6. При этом что происходит? Освобление позиции короля. Мы говорили, что эти два фактора связаны. Проходная пешка и атака на фланге. Поэтому мы создаем сначала слабость на короля. Затем мы играем по принципу двух слабостей. Что мы начинаем атаковать. Потому что пока прямая атака на короля соперника не сработает. Ты думаешь, что А4 ждал пешку Б6 сбутирует? Но мы хотим пешку атаковать. Она отсталая. Ферзь Б1. Черные ничего пока не могут сделать. Ф4. То есть рано или поздно мы сыграем Ф5. Более черный контрудар. Защитим. Так. Ну, значит, наша игра связана с атакой на ферзьевом фланге. Пешка не получилась. В королевском фланге пока черные тоже держат позицию. Где мы прорываемся сейчас? Ферзь А7. Ну, то есть мы хотим Ф7. Но у Ф7. А водя как? А что будет прорываться? Потом через стрельцы. Поэтому белые сыграли сразу водя Ц3. Затем в вертикальце и пользуются полем Ц6. Говорим, что пешка помогает эти поля брать под контроль. Слон Д7, Ферзь А7. И водя Ц7. Водя Д8. Блокируем пешку ходом А3. Ну и сейчас, когда мы максимально усилились по седьмому ряду. Что черные? Ну, слон Е8. Я не знаю. Может, там было как-то по-другому, наверное, сыграть. После этого хода, какой они ход допустили? Ф5, да. И теперь, когда мы разрушили прикрытие короля, то мы переходим к атаке. Видишь, вроде бы всего три фигуры каждого. Почти Эншпиль, но какая сложная позиция для разыгрывания. Белые сейчас добились. Версия 5 это уже нервный ход. Понятно, что черный тяжелая позиция, но после этого они теряют материал. Надо сыграть было Водя Д8. Они зевнули. То, что тут форсировано. Пешка пошла вперед. Наверное, слон Д5 был ход. Рпущен. И пешка разменялась на фигуру. И дальше было постепенно выиграть. Партия показывающая. Первая. Какие проблемы могут возникнуть. И вторая. Более известно. А Б5 сейчас не играют. Ну, есть такой ход. Если ты посмотришь, допустим, по переписке на эту линию, то по переписке очень легко делать ничью в улучшенной защите Тараша. С6, Б5. Эта линия плохая, как видишь. Ну, давай посмотрим вот это. Вот это основная линия. Я не знаю, что лучше С1, С4. Либо ладья С1. Наверное, и то, и то ведет к этому же результату. По 163%. Ну, постепенно процент падает. Вот видишь. То есть тут конь опять сильный ход. Вместо С1, Б7. По переписке черные набирают больше, чем белые. Что удивительно. Ну, когда ты открываешь мегабазу, то видишь обратную вещь. Смотри, сколько белые набирают. Ну, почему? Потому что компьютер, конечно, эту проходную пешку будет легко удерживать точными ходами. Человеку очень сложно держать подобную позицию. В этом и разница между компьютером. И люди тоже здесь, допустим, играют конь опять, несколько ходов делают. Там включают движок. Оценка близко к нулю получается. Ну, очень сложно это разыгрывать практически партия человеку. Так что вариант для реально сильных игроков. Там Крамник проигрывал в этом варианте. Там сейчас китайцы пытаются играть. Ну, потому что оно очень симпатично выглядит для тех людей, кто хочет сделать черными, нечего. Ну, видишь. К сожалению, в шахматах в закрытых дебютах нет аналога берлинской защиты в открытых дебютах. Везде черным надо много теории знать. Какой бы они дебют не разыгрывали бы в закрытых дебютах. Поэтому многие и начали играть в закрытых дебютах. Посмотрим первый ход, который сейчас делается. То в Е4 в базе он не главный. В сумме, видишь, эти три хода. В Е4 самый редкий конь, а в 3D4 он превышает Е4. Все начали играть в закрытых. Это не значит, что надо сразу же начинать играть в закрытые дебюты. Белыми можно по-разному играть. Просто надо понимать, что чем выше будешь уровнем, начиная примерно с уровня мастера, очень часто будут играть Е5, очень часто будут разыгрывать берлинскую защиту, что-то типа такого. Сильные соперники, которые не против ничьи. Много отвлеклись. То есть здесь белые опять создали проходную пешку. Ну и черные хотят ее заблокировать, подделывают логичный ход коня в 5 и блокируют ее. Этого недостаточно. Как белые дальше пытаются согнать коня с поля D6? То есть маневры они проводят. Ну можно конь 5 коней и 4. Ну это идейно. А если я скажу, что фигурно выгоняют без размена этого коня, какие две фигуры надо использовать, чтобы прогнать коня с D6? Ну я думал, как-то с D4, а я с D6. С D4 с идеей ферси в 4. Ну и черные защитились от этой угрозы. Но при этом слон стал на D7 не на лучшее поле. И как мы теперь улучшаем нашего коня? 26. То есть и опять под боем. Фигура. Я сейчас посмотрю. Черный играл сильные шахматисты Рибли. И он сыграл сначала конь D2. Белые сыграли слон Е4. И черные не нашли ничего более умного, кроме как вернуться конем на C4. То есть это свидетельствует о том, что плана игры нет. Постепенно черные были вынуждены... Ну конечно вот сейчас очень важный момент. Здесь нужно было посчитать вариант. Когда белые играли слон B1. Потому что это принципиальная линия. Черные забирают нашу проходную пешку. И на ход слон Е4 находится контрудар ферзь C3. Наверное это то, что хотел сделать Рибли. Но благодаря каким двум ходам белые выигрывают. Ну вадя C1 нельзя. Фриде 4 или Фриде 4, Фриде 4, слон Е7. Конь D3. Контррудар. Конь D3, да. Конь D3, конь F4, ладя F3. Конь E2, король F1, ладя E8, ладя E3. Ладя E3, конь отойдет. Слон Е7, король F8. Он тут красивый, завершающий. Фрид, который я думаю Рибли пропустил, когда шел на этот вариант. Афер и все. Да, афер и все. Потому что теряется фигура. Ну видишь, то есть, если бы они не ударили с конь C6, у них очень сомнительная позиция была бы с точки зрения тактической. Или что, с конь C4 предлагается опять сыграть. Ну, туда-сюда ходим. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Оставляйте отзывы в профиле тренера на сайте Личис. Оставляйте отзывы в профиле тренера на сайте Личис.